Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, все написанное через пороков о сыне человеческом, ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и облют его, и будет бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходит он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое, ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, ты чего хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть, Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он, ты сейчас прозрел, и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, позвал хвалу Богу. Спасибо. Давайте помолимся. Присядайтесь, пожалуйста. Сегодняшний текст начинается с тем, что Иисус четко, шаг за шагом, описывает, что должно произойти с Ним. И несмотря на это, Его ученики не понимают. Зато слабой человек все заранее понял и распознал Иисуса как Спасителем и Царем. Сегодня мы поговорим про этого человека, и потом про его просьбу. Только два пункта сегодня. Человек и его просьба. Но перед тем, как мы начнем говорить о человеке, я хочу дать небольшое домашнее задание. Особенно это касается родителям. Но это для всех. Я хочу, чтобы вы дома хотя бы провели час, как будто что вы слепы. Особенно с детьми это прекрасно, чтобы они могли почувствовать, каково это жить, не видя ничего. Это тоже, кстати, прикольно для Инстаграма или для BeReal, если ты как раз вот сидишь со согретыми глазами или что-то на глазах. Но это потрясающий эксперимент, чтобы почувствовать, каково это жить так. А вы, во-первых, заметите, что некоторые вещи становятся много тяжелее. Но с другой стороны, другие твои чувства становятся более чуткие. И тебе проще слышать, вкусы, возможно, более яркие. А возможно даже, ты заметите, что чуть проще общаться с Богом. Потому что твои глаза не отвлекают тебя в интернете. Или в случае детей, игрушки не отвлекают тебя. Поэтому вот это небольшое просто домашнее задание. Хотя бы час сегодня попробуйте жить. Чистить зубы, принять ванную или душ, да, кушать, не видя, да. Навязывайте что-то на глаза. Окей, давайте поговорим про нашего слабого человека. Сначала мы поговорим про его контекст. Видно в тексте, что у него много проблем и сложностей. Потому что он находится на опасной дороге между Иерухоном и Иерусалемом. Это та самая дорога, которую Иисус использует в притче о добром самаританине. То есть это опасная дорога. Там бывало очень часто засады. Это не лучшее место для того, чтобы попрощайничествовать. Может быть, ты подстава для засады, и поэтому никто тебе ничего не даст. Или, может быть, дадут, а потом кто-то пройдет и украдет все от тебя. Потому что он мошенник. Во-вторых, он беден. Он не просто слепой, а беден. Это видно, потому что он попрощайничает. Бедность создает непределенность. У тебя нет подстраховки в виде денег. Но бедность тоже влияет на твои дружбы. Бедность означает, что ты привносишь дополнительный вес в дружбу. У тебя нет роскоши формальной дружбы. Тебе нужны люди, потому что у тебя проблемы и сложности. И это мешает и отталкивает людей от того, чтобы дружиться с тобой. Потому что они понимают, что дружба с тобой требует некое взаимодействие и, возможно, вызывает неудобство. Намного тяжелее найти друзей, когда ты постоянно в нужде, чем если ты живешь в избитке. Кроме этого, его попрощайничество говорит нам, что он не из богатой семьи. Что его семья не может просто обеспечить его. Что он должен нести свою ношу и не может сидеть на шее у кого-то. Он, как многие из нас, одинок и без родительских денег. Он не сирот. Мы знаем, потому что Евангелие от Марка говорит, что у него есть отец. И зовут его отца Тимей. Что у него есть отец. Скорее всего, отец отвел его, оставил его возле дороги, пошел на работу и забрал его, когда вернулся с работы. Но это не конец его сложности. Быть слепым тогда сопряжено было с определенным клеймом. Вы помните из другого отрывка в Евангелии от Иоанна, что люди думали, если ты слеп, родился слеп или стал слепым, либо ты согрешил, либо твой родитель. То есть, каждый человек знает в глубине своего сердца, что он грешник. Но если ты слеп, все знают и убеждены, что ты точно грешник. Как Эстер Принн в алой букве книги, если вы читали, он носит свою букву позора на виду у всех. Поэтому его слепота не встречает большого милосердия. Но, как мы видим в 39 стихе, наоборот, люди встречают его с равнодушием или даже ненавистью. Толпа не относится к нему с уважением или с милосердием. Не попыталась помочь ему. Вместо этого они попытались заставлять его замолчать. Как будто, что толпа говорит, раз, ты слеп. Пусть и будешь ним, чтобы никого не беспокоить. Он полная противоположность богачу, которую мы видели на прошлой неделе. У богача все есть. У него власть, у него много денег. С ним легко дружить, потому что, возможно, пригодится такая дружба. Но слепой человек не готова во глазах общества. Лука даже не упоминает его имя. Но мы знаем из Евангелия от Марка, что его зовут Вартимей. Мы тоже понимаем, да, что мы должны быть осторожны, чтобы не судить книгу по обложке. И что мы понимаем, что в этом слепом человеке, в слепом Вартиме есть больше, чем кажется на первый взгляд. Он видит то, что уступил толпа, богач и даже ученики. Как толпа обращается к Иисусу? Они говорят, что это Иисус из Назарета. То есть в лучшем случае они считают, что Иисус особенный человек. Ну, они же идут с ним в Иерусалим, да, хотя бы он заменитность какая-нибудь. Но, как сказал Женя на прошлой неделе, они, как и богач, думают, что Иисус лишь какой-то человек. Человек, который сделает их жизнь лучше. Возможно, освободить их от политического гнета или сделать их сверхгосударством. Чтобы не было для них Иисус, пешка, чтобы сделать их жизнь лучше. Но он не бог. Это контекст нашего Вартимея. Что он видит? Какое у него богословие или понимание Бога? У него есть особенный взгляд на Иисуса. Он смотрит на Иисуса иными глазами, чем толпа. Он не считает Иисуса человеческой знаменитостью. Он слышит, что уйдет Иисус из Назарета. И что он говорит об Иисусе? Какое его богословие? Мы видим три пункта. Во-первых, Иисус – сын Давида. Да, Давид не из Назарета, а он из Вифлеяна. Во-вторых, что он может помиловать его. И третье, что он может дать зрение. Кого видит нищий, когда слышит, что уйдет Иисус? Он видит сын Давида, который только по милости может вернуть зрение. Но откуда он это берет? Какой стих или главу он читал, чтобы это все увидеть? Ну, давайте посмотрим, где в Библии говорится про потомство Давида. Может быть, здесь подсказка. Это Второе Царство, седьмая глава. «Господь объявляет тебе, что сам утвердит твой дом». Это Бог, обращающийся через пророка Нафана Давиду. «Когда твои дни завершатся, и ты упокоишься своими предками, я возведу на престол твоего потомка, того, кто произойдет от тебя, и упрочу его царство. Твой дом и твое царство будут непоколыбимы предо мною вовеки. Твой престол будет упрочен навеки». То есть здесь обещание, что есть некий сын Давидов, который будет вечно править. Но здесь ничего о том, что он помилует народ, или что он способен лечить слепету. Но давайте посмотрим в отрывках, который говорит о том, что градуший Мессия может дать зрение слепим. Это Иссея 42 глава и Иссея 1. Они похожи, я только буду 42 читать. «Вот мой слуга, которого я укреплю, избранный мой, в ком радость души моей. Я дам ему Духа моего, и он свершит правосудие для народов». И шестой стих. «Я, Господь, призвал тебя», он обращается к услуге, «в праведности я буду держать тебя за руку, я буду хранить тебя, и через тебя я заключу завет народам и принесу свет язычникам, чтобы открыть слепые глаза, вывести пленников из турмы и выпустить из темницы тех, кто сидит в тьме». Здесь Давида нет. Здесь ничего о том, что он помилует свой народ. Но хотя бы есть завет здесь. На самом деле, многие тогда считали, что будет какой-то управитель, сын Давида, и будет второй человек, который будет страдать ради народа. Может быть, в том месте, где говорится, что страдающий слуга помилует народ, может быть, там есть связь с Давидом и с слепотой. Это Исаии 53. «И он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понос наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились. Все мы, как овцы, сбились пути. Каждый из нас пошел своей дорогой. На него Господь возложил все грехи наши». Даже просто прочитав этот текст, я уже жду пасу, я уже жду Рождество. «После страдания своих он увидит свет и порадуется через познание его. Мой праведный слуга многих оправдывает и понесет их грехи». То есть здесь действительно он помилует, а здесь сейчас со страдающим слугой. Но ничего удивительно. Что это говорит нам про нашего Варцемея? Это говорит нам, что у него очень-очень разворнутое и сильное богословие. Это не то, что он просто знал один стих, что Иисус из Назарета, значит, что он сын Дэвида, значит, что он помилует, значит, что он может исцелить мою слепоту. Нет, он хорошо знает весь свет и завет. И из этого собрал правильную картину градющего Мессии. Каждый верейский ребенок был знаком с Писанием со самого детства. Они не только знали Десять заповедей, не только знали Великий Ушму, они знали целые главы и отрывки, даже книги наизусть. Но это одно дело знать наизусть, а другое – познать значение этого тревка. И, видимо, Варцемея не только знает наизусть, как и все еврейские дети, но в отличие от толпы, он понимает, что он читает, или что его читают, потому что он слеп, он не может читать, еще не было языка для него. Он видит, что градет Мессия. И что это Мессия и сын Давида с Вечным Царством, что он восстановит не только Царство, но и созданный порядок, и что он помилует свой народ. У него хорошее знание слова и хорошее богословие. Но если было только у него это, он мог бы быть ферресеем. Он также видит, что ему лично нужен такой Спаситель и ждет Его, ищет Его. Когда он слышит, что Иисус идет, он готов. Он ждал, он распознал и действует. Он уже слышал об Иисусе все в это время, на этом этапе служения Иисуса, все в Израиле уже слышали о Нем. О Его исцелениях, кормлениях, спорах с ферресеями и о Его толковании закона. Этот человек слышит все это и понимает, что Иисус тот самый долгожденный Цар-Спаситель. А не просто какой-то человек из Назарета. Он Его долгожденный Спаситель, Цар. Поэтому, когда толпа говорит «Зак, низ!», он продолжает кричать. Но здесь не монокальный крик. Греческий тут говорит, что это просто громкий голос. Он понимает, он владеет собой и громко говорит. Его глаза не работают, но он видит то, чего не видят все, у кого есть глаза. Он видит за пределами политики, за пределами национального государства. У него духовное зрение. Он видит вещи такими, какие они есть на самом деле, и видит их так, как Бог их видит. Топа совершает современную ошибку, предлагая, что вещь или человек это то, откуда он родом или то, чем он занимается. Топа думает, что Иисус... А, кто это? О, он из Назарета. Это Сергей из Минска. Это Бен из другого города. Или, что А, это Катя, она врач. Или, это Дима, он программист. Они делают такую ошибку, что вещь это и есть, что вещь делает. Они не видят духовный элемент. Они не видят, что есть пятая стихия. Да, что есть духовный слой. К тому, что мы видим. Что все вещи существуют не только так. Они существуют ради того, чтобы проставлять Бога. Что каждая вещь, от стола до огоньки, помогает нам как-то понять Бога. Короче, у этого человека, он видит духовный слой жизни. Он понимает, что придет тот человек, о котором пророчествует Писание. Давайте посмотрим теперь на его отношения. Мы не знаем, как этот человек знал все это о Боге. Как он знал все это из Писания. Мы только видим, что он ждал духовного Спасителя. Во время того, как все другие в основном ожидали военного царя и отдельного страдающего слугу. Но опять, другие Евангелии дают нам кое-какие подсказки. Во-первых, мы знаем, что Дух Святой открывает духовные наши глаза, чтобы видеть Бога. То есть, это уже с ним произошло. Он уже понимает духовные вещи, как они есть на самом деле. Но какими инструментами Дух Святой использует для этого? Во-первых, мы знаем, что у него есть отец. Тимей. И так как мы знаем имя его отца, чаще всего это значит, что этот человек стал верующим. И автор Евангелия включает его имя как очевидцы. Как очевидец, чтобы сказать людям, которые читают, смотри, если ты сомневаешься, смотри, Варцемея еще ходит в церковь, и Тимея тоже спроси у них напрямую. Они скажут тебе, что это все правильно. Как и все еврейские дети, скресли его родители, учили его с раннего детства. Они читали Вет и Завет, проходили катаклизацию с ними, чтобы они не только знали и тексты, но и доктрины. И, возможно, его отец сам ждал того же самого Спасителя. Именно поэтому он обратился и стал верующим. Родители – это вот, что мы с вами призваны делать со своими детьми. Чтобы они хорошо знали Писание. Но не только Писание, чтобы они поняли, как толковать, знали истинное значение Писания. И чтобы они видели нашу страсть и рвение к возвращению Иисуса Христа. Но Евангелие Матфея еще дает одну подсказку, какой инструмент Святой Дух использовал, чтобы открыть его глаза. Нам говорят в Матфея, что у него был друг, что был второй слепой человек возле дороги с ним. Почему Лука не упоминает об этом? Скорее всего, этот человек уже умр к тому времени, как Лука написал свое Евангелие. Либо Лука только взял интервью у Вартемея и не мог найти второго человека, чтобы делать интервью или спешил. Но, короче, у него есть второй слепой друг, который тоже звал Иисуса сыном Давида и который тоже попросил о милосердии и исцелении. Похоже, этих людей объединяет как и физическая слепота, так и их рвение к Царству Божьему. Представьте, как проходили их дни. Они ждали возле дороги и разговаривали друг с другом. О чем? О том, кто придет и может вернуть зрение. Кто может лечить их слепету. Какая прекрасная картина дружбы, сосредоточенной на кресте. Хотите крепкие браки, крепкие дружбы? Поставьте Иисуса в центр ваших разговоров и вашей жизни. Начните с тем, чтобы хотя бы раз в день разговаривать со супругом о Христе и со своим соседом по комнате об Иисусе. Или, если у тебя нет соседа по комнате, с кем-то. Это слепой человек видит Иисуса. Но он видит Иисуса, потому что у него глубокие отношения дома и с друзьями. И эти отношения основаны на Писании. Еще стоит заметить, что хотя у него сложность и вопросы и слабости, он не позволяет им стать оправданием не искать Бога. Он не говорит, ну смотри, раз я слепой, я не могу читать Писание сам, наверное, мне просто не стоит искать, Бог не хочет, чтобы я его видел. Нет. Для него его слабость это не приговор. Он продолжает несмотря на слабость искать Бога. И Бог ответил и открыл себя Ему. Ребята, это прекрасная картина церкви. Два очень сломанных, ограниченных человека, которые отвергнуты обществом, но ищут Иисуса вместе. Вот чего мы хотим в Тройце. Мы хотим сломанные люди, которые живут вместе и познавают Бога вместе. Именно поэтому мы исповедуем свои грехи по воскресеньям, чтобы мы не забыли, что мы грешники, которые сегодня нуждаются в Спасителе. Вот почему мы проводим молитвенное собрание и изучение Библии. Мы хотим искать Иисуса вместе. И вот почему мы проводим конференцию и занимаемся медиаслужением и работаем со студентами, потому что мы хотим, чтобы как можно больше людей участвовали в этом приключении с нами. Чтобы они шли с нами и росли в своем понимании Иисуса Христа. Давайте посмотрим на его проспу тогда. Мы видели, да, его контекст, его богословие и его отношения. Теперь посмотрим на его проспу. Иисус услышал человека и спрашивает, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Подумайте об этом. Разве Иисус не дает нам такой же вопрос? Иоанн 14, 13. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен через меня. Как реформаты нам легко сказать, что Бог работает иначе сегодня, чем тогда, поэтому это обещание не сильно относится к нам. Но мы слишком можем упростить то, что Бог здесь обещает делать. Чего ты бы просил у Бога? потому что чего ты просишь и для чего ты это просишь говорит много о том, какое твое понимание Иисуса. Этот человек оказывается в положении Соломона. Всемогущий, всемилостивый Бог по сути спрашивает его, что ты хочешь больше всего в жизни. Этот человек мог попросить власть идейных статуса жену мудрости или зрения. И его что и влач его много говорит не только о нем, а и о его понимании Бога. Что он выбирает? Дай мне позреть. Сначала может это показаться очень плотской просьбой, но на самом деле это многое говорит о его понимании Иисуса. Во-первых, он верит, что Иисус достаточно милостив, чтобы исполнить такую большую просьбу и не смеяться. И во-вторых, что Иисус достаточно силен, чтобы сделать то, что медицина того времени считалась невозможным. Он мог бы сказать «Никто не видит за мной замуж, дай мне жену, или я беден, дай мне достоинство, богатство, чтобы мне не пришлось просить». Но такие просьбы не показали божественную силу Иисуса. Это показало бы щедрость Иисуса или его социальные связи, но не то, что все творение, даже дегенерированные клетки подчиняются ему. И этот человек правильно понимает Иисуса, что он избран Божий, чтобы восстановить сотворенный порядок. Но важнее, чем что он просит, это для чего он просит. Потому что он хочет без ответа на вопрос для чего, мало нам говорит. Можем ли мы здесь, на основании парсихов, ответ на вопрос для чего он хочет прозреть? Но он хочет глаза рабочие, чтобы следить за предлокательными женщинами в инсте, или чтобы видеть свое лицо в зеркало, проверить прыщики, или вписаться во общество снова. Какова цель этого человека в жизни до исцеления? Ради чего он живет? Мы уже видели, что он очень хорошо знает Писание и ждет личного царя Спасителя. Скорее всего он согласился без мистерского вересповедания, что его главное предназначение в жизни это наслаждаться Богом и вечно прославлять Его. И это мы видим в 43-м стихе довольно четко и после его исцеления. Что он делает? Как только Иисус исцелил его? Он избежал в пруд, чтобы смотреть на свое лицо. Он сказал «О, какие вы красивые!» Что он сделал? Он прославлял Бога и все вокруг его сделали то же самое. Как будто он говорит «Иисус, даруй мне зрение, покажи свою доброту и силу таким образом и дай мне еще больше наслаждаться тобой и больше прославлять тебя». Понимаете, у этого человека уже есть величайший дар. У него уже есть духовное зрение. В этом плане он уже на шаг впереди Соломона. У него уже есть мудрость. Он понимает Писание. Бог уже открыл. Дай ему духовные глаза. Поэтому он просит «Дай мне то, что поможет мне исполнять свою цель в жизни. Просто дать тебе наслаждаться тобой. Дай мне прозреть». Какой замечательный вопрос для обсуждения дома или с друзьями во время ланша. Если бы Иисус сказал или так, как Иисус говорит «Дитя мое, чего ты хочешь больше всего? О чем бы ты попросил? Ну и конечно для чего? Потому что здесь ответ на вопрос для чего очень очень важен. Когда я был подростком, я просил Бога освободить меня от контента для взрослых в интернете. Но у меня было большое «но». Я сказал «Господь, освободи меня, пожалуйста, так, чтобы никто не знал, что я когда-либо был зависим. Я хочу иметь права говорить «Я был зависим, но я никогда не хочу признать я есть зависим. Я хотел сохранить свое лицо, свой образ идеального ребенка». И знаете, Бог не ответил. Но когда мне уже было 20 чем-то лет, я наконец-то сказал «Господи, освободи меня от этого для Твоей славы». Чего бы это не стоило, кто бы не узнал об этом, я хочу, что Ты был прославлен в моей жизни. У меня была такая же просьба, но другой для чего. И поэтому Бог ответил на мою молитву. Иакова 4,3 говорит, «Вы просите и не получаете, потому что просите из неправедных побуждений, желая употребить просимое на свои наслаждения». или другими словами, Иоанна 14,13 «Я просил не для того, чтобы Отец был прославлен через Сына, а для того, чтобы я был прославлен, или чтобы я остался в комфорте». Поэтому это вопрос, большой вопрос. «О чем бы Ты попросил?» Раз Иисус говорит, «Я сделаю все, чего вы бы не попросили его имя Моё. Бог исполнял желания этого человека. Он все же беден, возможно, у него нет навыков для работы, но главное его в жизни – возможность лучше наслаждаться Богом и прославлять Его, сделанное Иисусом Христом. Еще есть кое-какой урок, что можно вынести из жизни этого человека. Это будет последний и мы закончим. Из жизни его, из его исцеления и реакции на него. Его исцеление и его реакция на него говорит нам кое-что об истинной природе вещей, кое-что, о чем мы с вами, как и ученики, часто забываем. Что помогло ему пережить эти долгие последние дни попрошайничества на обочине опасной дороги? Сколько раз на его нападали, грабили, игнорировали, отвергали, на него указали палцем и смеялись над ним. Что помогло ему пережить эти дни? И что помогает нам пережить свою боль, сломанность, одиночество и страдания? мы видели, что он не совсем один. У него есть отец, у него есть друг, есть община, которая построена на долгожданном спасителе царя, но у него тоже есть правильное понимание сюжета жизни. он понимает то, что ученики не поняли, даже когда Иисус четко сказал шаг за шагом, что страдание это не конец. Что Иисус да, страдал и умр, но это не конец истории, а наоборот это лишь необходимый этап до воскресения. И что на самом деле страдание Иисуса Христа делает нашу жизнь лучше, чем было бы без. Жизнь после воскресения, после страдания, смерти и воскресения лучше, чем было бы без этого всего. Что страдание Иисуса Христа играет определенную роль в нашу жизнь и в историю искупления. В Артемеи ожидает царя, который освободит нас от греха и власти дьявола, как Гитебургский катекизис говорит, но и не только. Он ждет обещанного царя Спасителя, который исцелит слепоту и тем самым создает еще лучшую историю. Видите, что толпа ходила с Иисусом в Иерусалиле, не прославляя Бога. Они видели с вами глазами, но это не заставляло их прославлять Бога. Но благодаря слепоте этого человека и благодаря тому, что Бог исцелил его, что случилось? Они все начали прославлять Бога. Бог взял его слепоту и сделал его историю лучше благодаря ей, так же, как Бог взял крест и благодаря кресту сделал что-то накалное. Бог обещает взять наши сломенности, болезни и страдания и не только исцелить их или делать как будто что их никогда не было, но Он обещает превратить их в кое-что прекрасное. Вот что я имею ввиду. Подумайте сейчас о своем любимом фильме или одни мез, если тяжело определиться. Теперь представь себе этот фильм. Только в нем нет напряжения, нет драмы, нет потерь, проблем, страданий, нет утраты, смятения. Ты бы хотел пересмотреть этот фильм? Нет? Иногда мы пересмотрим конец фильма именно из-за того, что мы любим как режиссер делает из кажущего пепла счастливый конец, как он урешает напряжение. Вот что делает, вот почему мы заново-заново пересмотрим свои любимые фильмы, что делает их такими приятными. Именно благодаря страданиям мы их пересмотрим. Крест Иисуса Христа показывает и доказывает, что Бог сделал то же самое с нашими недостатками, с нашим прошлым, с отсутствием знаний и болезнями, что Он создает одну прославляющую Бога, удовлетворяющую душу историю. Так что твоя боль и страдания не являются точкой. Это не конец, не приговор. Мы все все еще в фильме Бога и лишь собираем напряжение и ждем счастливого конца. Мы ждем этого счастливого конца, которого этого и стоит. Ты так смотришь на страдания? Это приговор? Это конец? Это жизнопределающий? Или это Божий инструмент для счастливого конца? это тот самый пластолин, из которого он сделает шедевр. Не сдавайся. Божье кино еще идет. И так же, как крест Иисуса Христа вел к Его славе, твои страдания тоже ведут к твоей славе. Павел так говорит в Коринфе. И я обещаю, что счастливый конец, который наш Бог режиссер готовит, приготовляет для нас сейчас, стоит и того. Стоит страдания. В заключении мы видели Вартомея, мы видели его контекст, как он на самом деле страдает по жизни. Мы видели его богословие, что он на самом деле глубоко впитен Писания. И мы видели его отношение, что он живет в общине, где долгожданный Царь Спаситель в центре. Что его родители скорее всего помогают ему, и что у него друг, который тоже ждал того же самого Царя Спасителя. Потом мы видели, его просьба это не плотская просьба, на самом деле, это для того, чтобы Иисус мог показать свою Божественную силу, и что он на самом деле и до исселения, и после исселения жил ради одного. Ради того, чтобы увидеть, ради того, чтобы ждать долгожденного Царя Спасителя. Мы тоже видели, что мы с вами в каком-то смысле в том же положении, как и он. Что у нас есть страдания, но нельзя думать о своих страданиях, как о приговоре, или как конце, а наоборот. Это лишь середине Божьего фильма. И что вместо того, чтобы издаваться сейчас и думать, ну все, это конец моей жизни, наоборот, мы должны издать с нетерпением, как Бог, наш великий режиссер, все это решить и превратить в благо. Давайте встанем и помолимся. Господь, пожалуйста, дай нам духовные глаза, чтобы видеть то, что не видят те, у кого обычные глаза. Дай нам видеть этот мир, видеть себя и видеть тебя во свете истории искупления, во свете креста и воскресения. Пожалуйста, дай нам жаждать Твоего Слова и не искать оправдания, почему мы не можем знать его или искать себя там. дай нам видеть свою боль, страдания и сломанность не как конец, а как тот самый момент в фильме, из которого режиссер делает счастливый конец. Господь, спасибо за то, что ты не только человеческая заманительность, а наоборот, что ты Бога человек, за то, что ты наш царь и спаситель. Мы отдаем себя в твои добрые крепкие руки и просим, чтобы ты своим Духом Святым дал нам смотреть на этот мир иначе. Мы любим тебя и просим оба саммита имя Иисуса. Аминь. Аминь.